Владимир Лычев работает в нашем городе ровно 30 лет. 27 из них он руководит офтальмологическим отделением. Говорит, что с детства знал, что будет окулистом. Глаза, по его мнению, это один из самых важных органов в нашей жизни. Мы 1600 людей пролечиваем в год на базе нашего офтальмологического отделения КВ-50. Делаем больше 1000 операций в год. Из них 500 операций делаем факт эмульсификации катаракты. Вот это новейшая, современная методика. С помощью зрения человек получает до 90% всей информации. Поэтому так важно постоянно следить своими глазами и соблюдать простые правила. Во-первых, здоровый образ жизни. Конечно, полностью надо отказаться от курения, полностью. И умеренного употребления алкоголя. Дозированного умеренного употребления алкоголя. Современные медицинские технологии позволяют на ранней стадии выявлять патологические изменения глаз и проводить успешные операции по восстановлению зрения пациентов. При осмотре на щелевую лампе доктор увидит ткани глаза в увеличенном размере. С помощью этого аппарата диагностируют одно из самых опасных заболеваний глаз – глоукому. В офтальмологическом отделении ежегодно с таким диагнозом лечит порядка 250 человек. Пациенты идут в основном у нас уже на диспансерного учета. И впервые выявленная глоукома укладывается у нас на обследование. Проводим мы курсовое обследование где-то 5-6-7 дней в зависимости от сложности. И диагноз или снимается, или подтверждается. Задача офтальмологов сводится к решению насущной человеческой проблемы – видеть окружающий мир. Международный день офтальмологии отмечается с 2004 года. Праздник создан в знак признания заслуг российского глазного микрохирурга, выдающегося офтальмолога 20 века Святослава Федорова. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.